здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня очередное наше швейное видео из серии легко и просто переделка и у меня сегодня переделка вот такой вот то ли шарф то ли палантин вот даже не помню откуда он он она у меня взялось влиять из какой-то распродажи купила ну в общем не знаю девчонки лежала это чудо у меня года три пока я не увидела в нем изделие вот ширина этого чуда 70 сантиметров и длина этого чуда конечно если вы эту вещь захотите повторить вполне себе достаточно купить кусок ткани значит и так ширина 70 а длина него этого чуда 90 сантиметров 90 это вдвое 180 сантиметров вот такой вот кусок кусок у меня вот смотрите здесь у нас бахрома и я хочу эту бахрому использовать для начала сложена вдвое как бы сложенной вдвое по а еще еще вот что у меня есть у меня есть поясочек который я вырезала из маечки и стала мало то есть это эластичная тянущаяся ткань и вот я вот так вот как у меня была майка так я его и вырезала значит у меня значит 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 то место которое когда 60 60 76 сантиметров у меня то место которое когда-то называла стали 79 сантиметров какой ужас как в принципе нормально значит что я делаю я складываю пополам эту вот деталька детальку и вот здесь вот от угла а первое что мы делаем мы вычисляем первую мерку у меня ширина окружность бедер 100 сантиметров я делю на 4 части это одна четвертая окружности бедер 25 сантиметров и от конца я делаю углубление на 7 сантиметров вот оно отличает меня исчезающий маркер и отмеряем вот так вот 25 сантиметров пока свой 25 сантиметров вот она . но здесь я вот так вот закругляю это все дела какие на юбочки как обычно никаких припусков я не буду делать на шов далее опускаюсь вниз здесь я хочу и использовать вот этот вот край у меня юбка будет с неравномерным краем то есть просто потому что я хочу вот это вот использовать и вот эти вот клинья бахрому это все я хочу пустить в дело значит здесь я отмеряю 45 сантиметров и ставлю точку и далее соединяю эту точку с вот этой вот верхней точкой прямой линией мой фломастер исчезает значит я быстренько это все дела вырезаю вот и получается вот такая вот деталь которая у нас углы уходят вниз что в принципе я и хочу далее что я делаю у меня осталось вот такие вот две детали при том при всем этом значит здесь у нас вот эта сторона будет вниз а вот эта сторона где у нас вот так вот это все выглядит будет вверх значит что я делаю я складываю в нахлёст вот сейчас у меня лицевая сторона смотрит на меня вот сложила в нахлёст при этом раздвинуть эти детали таким образом чтобы мне хватило как бы на вот эту деталь обрисовать деталь еще я могу захват запас сделать что я еще хочу сделать я еще хочу выпустить вот этот вот край я это делаю вот вот таким вот образом один и второй я смещаю видите вот таким вот образом так теперь совмещаем боковушки и относительно боковушек делаем этот запас будь я их совместила теперь делаем запас смотрите каким образом мы его уводим вот так вот вниз 1 и 2 что нам нужно будет сделать зафиксировать вот эти вот края в принципе пока у нас весь кровь у нас нет осталось из остатков у нас вот одна вещица и сейчас мы переходим к машинке так и первый так первым делом что я сшиваю я вот как приколола вот эти вот углы то есть вот эти вот скосы смотрите я строчкой просто прикреплюсь на вторая с другой стороны вот она ушла вторая часть и мы ее вот как она ложится так и прикрепляем пришиваем и вот получается здесь у нас вот такую вот пришиты эти два угла теперь я сшиваю боковые швы итак показываю что у меня здесь одна строчка вторая строчка то что я вам показываю в начале подниму далее здесь пошло на искать швы боковые вот они разутюжены это я все пообрезаю хотела сделать еще отделочную строчку не буду здесь углы если выглядывают вот так вот подверните и подшить и чтобы не выглядывали углы теперь что я делаю здесь по передней детали я сейчас вот это все подровняю вот по этой точке я выравниваю переднюю деталь это мне не нужно я срезаю вот так все теперь теперь поясочек поясочек я складываю вот у меня кусок майки чтобы вот я складываю его вдвое и совмещу просто вот эти вот боковушки с боковым швом все остальное буду при посаживать здесь вот тоже этот угол я вот так вот заглажу срежу его так все остальное буду шить и вот так вот при посаживать основную деталь в пояс на лапку потому что я еще буду делать отделочную строчку отворачивать вниз я пришел и и и и и и вот пришила обметы ее теперь так теперь отгибаю здесь на 07 где-то прокладываю отделочную строчку это все мои действия но еще разве что нитки по обрезаю девчонки вот она вот она моя красавица еще на себе вот такая вот получилась асимметричная бочка исполнявшийся шарф из шарфа который выдался три года единственное что пояс конечно не по цвету а черный что было то было тут темно-серый черный в принципе был бы темно-серый было бы лучше ну все на сегодня я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока и